Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 17 июля, вторник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания апостола Павла Коринфянам, 10 глава стихи с 5 по 12, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Но не о многих из них благоволил Бог, чтобы они поражены были в пустыне, ибо это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение первого послания апостола Павла Коринфянам. И в сегодняшнем отрывке апостол Павел затрагивает такую важную тему, как духовное отрезвение и взгляд на себя глазами Бога. Часто в святоотеческой мысли мы встречаемся с таким выражением, что истинное покаяние — это взгляд на самого себя взглядом Бога, то есть таким, каким ты должен быть, а быть может, и увидеть то, каким ты не должен быть, но коем ты являешься. И действительно, когда ты осознаешь свое недостоинство, свои прегрешения, свой грех, тогда ты понимаешь свою ошибку и тогда ты трезвишься. И вступаешь на тропу истинного покаяния. Но в ином случае ты можешь быть очень самодоволен, самодостаточен и самолюбив. Отсюда рождается гордость, или скорее гордость рождаются эти наши пороки. И вот об этом пишет апостол Павел, подкрепляя это примерами и попытаясь дать примеры того, как нужно избегать всех этих искушений. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы были непохотливы на злое, как они были похотливы». И действительно, апостол Павел говорит о том, что грешники, которым не благоволил Бог, они были похотливы на злое. Действительно, в них было жгучее желание отворить зло. Оно было в них, оно их терзало, это была их страсть. Поэтому эти образы, которые дает нам Священное Писание о наказании грешников, по мысли апостола Павла, как раз-таки и созданы для того, чтобы мы были непохотливы на злое, в то время как были похотливы те, о ком пишется в Священном Тексте. «Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Действительно, апостол Павел здесь перечисляет различные состояния грешного человека. Это идолопоклонство, это блудодеяние, и это не только определенный род греха. В целом, наше блуждание по различным точкам зрения, наше блуждание в наших духовных поисках, которые зачастую, если они не подкреплены смирением и духовным авторитетом Церкви, которые приводят нас не туда и к чему-либо греховному, к идолопоклонству или к другим вещам, которые действительно противны Богу, противны в смысле они противоположны тому, чему учит нас Господь через Священное Писание, через проповедь Господа Иисуса Христа и Его апостолов. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали. Действительно, давайте вспомним евангельские тексты, как мы много раз встречаемся с примерами, как фарисеи, саддукеи и другие люди из сект иудейских пытались искусить Христа, пытались искусить помазанника, постоянно спрашивая, ты ли Христос? А если он отвечал, что это он, они требовали чудес и знамений, и таким образом искушали. Давайте вспомним рассказ, вернее, евангельский текст, Евангелие от Матфея об искушениях в пустыне Христа, где Христу предлагалось различные искушения, различные испытания, которые он по мысли дьявола не должен был преодолеть. Но это было бы так, если бы он был простой человек. Если бы он был, как те израильтяне, которые шествовали по пустыне с Моисеем, но у горы Синай они отлили себе золотого тельца. Все то, что не сделал народ Божий, когда должен был сделать, сделал за них Христос. Он преодолел все эти испытания и искупил от клятвы закона весь народ. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вот это резюме. Во-первых, нужно сказать о последних веках. Последние века – это время после пришествия Иисуса Христа. То есть мы живем в последние времена. И мы живем в них с тех самых пор, как пришел и воплотился Господь Иисус Христос, как воплотилось второе лицо Пресвятой Троицы. Это последние времена. Для нас, христиан, эта терминология должна быть не пугающей, а наоборот, радующей. Потому что то, к чему стремилось все человечество, достигнуто. И это достигнуто Христом и во Христе, и аккумулируется в Церкви. И посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Действительно, кто думает, что он твердо встал на ногах, имеет крепкую веру, то он не должен с надмением относиться к другим людям и должен с большим трезвением относиться к самому себе. Потому что мы видим, что иудейский народ в свое время думал, что он крепко стоит на ногах, но Господь всяческий раз посылал ему такие испытания, которые он не выдерживал. И это происходило, потому что люди мнили себя теми, кем они на самом деле не являлись. Не все, но большинство. И ради малого остатка Господь всегда щадил народ Божий. Поэтому и мы должны понимать и помнить о том, что Господь долготерпелив и многомилостив, но он также и всемогущ, и он также мздовоздаятель. Надо об этом всегда помнить и со смиренным сердцем внимать тому учению, которое проповедует Церковь, которое несет через Слово Божие Церковь на протяжении уже многих-многих веков. И пить из этого источника воды живой, живой мудрости. И научаться через Слово Божие этой мудрости. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова